Девушки отдыхают 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 Ага. Кажется, мир придется спасать без помощи магии. Ага. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь у меня будет столько живой воды, сколько я захочу. Хе-хе-хе. Ага. Ага. Спокойно. Это оживление. А-а-а! 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 А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а! 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 А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а-а! А-а-а-а! Я не хочу! Не хочу в музей! Я хочу в зоопарк! Это зоологический музей. Там тоже животные? Нет, они не двигаются. Он живой. Бежим! Жить надо лучше, друзья мои. Лучше и чаще. Орхеастр, музыку! Николай Иваныч? Нет времени объяснять. Куда он идет? Туда, где может пополнить свою армию. На кладбище. Все-таки без магии не получится. Волк, лови! Беги в больницу! Реанимируй мага! Задержите калаверты, а я что-нибудь придумаю! Попробую! Петя! Клянись мне в верности! И я тебя сделаю директором магазина игрушек! Или о чем ты там мечтаешь? Никогда! Эх, так! Вот же привязалась! Тумбарейка! Петя! 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 Эх, вперед! Встань! Остя, ты не сможешь мне помешать! Твоя магия не действует через супер-электрополе. На тебя, может, и не действует, а на мертвяков действует! Ха-ха! Запасы силы у тебя скоро кончатся, а пополнять её здесь нечем. А живой воды у меня сколько хочешь! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! А? Ха-ха-ха-ха! А это еще кто? Можно левее? Конечно! А зачем мы все это делаем? Не задавай лишних вопросов! Сейчас! А это? Это что еще за грязь? Мертвая вода! Нет! Так нечестно! У меня защиту замкнуло! Ха-ха-ха! Они что, решили, что мне здесь некого завоевывать? Они ошибаются! Хе-хе-хе-хе! Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мама! Папа разрешил собаку! Волк! Папа разрешил мне собаку! Круто! О, а что это у тебя? Посылку попросили передать Он что, волшебный? Наверное Простой булыж Почтовым червем передавать не станут Дорого! Почтовый червь? Да, эти существа могут доставить посылку куда угодно И, что самое главное, кому угодно Странно Я думал, ты и сам можешь переместиться куда хочешь Да, но почтовые черви круче Эти ребята найдут любого Вам повезло В вашем мире есть путь приема посылок Посылка Адрес Доставка уже оплачена Хорошо Класс! Ладно, пошли О! Смотри Раньше этого шкафа не было Очень удобно Пошли через него В чем дело? Почему опять беспорядок? Чего? Перед тем, как просить у папы собаку Я убрался в комнате Не пилю, гердык А сейчас мама из магазина вернется Сейчас эти часы отстают от моих на 52 минуты А утром они шли синхронно Я почти уверен, что мы каким-то образом вернулись в прошлое Мама! Дедушка! Папа не разрешил мне собаку! Мы вошли в этот шкаф И оказались в прошлом Шкаф как шкаф Не думаю, что причина в нем Давай попробуем Расхождение увеличилось еще на 52 минуты Каждый проход через этот шкаф посылает в прошлое на 52 минуты Петя, мы же договорились, что никаких собак в доме Папа, это же волк Вы же знакомы Первый раз вижу Петя, мама поехала к дедушке на кладбище И просила... Мы не просто попадаем в прошлое Это измененное прошлое В прошлом, где мы сейчас находимся Дедушка уже вот как умер Смотри Это я? Петя, Петя Я не контролирую этот шкаф В следующем прошлом Может быть еще хуже Дедушка умер Я какой-то гопник Хуже, чем здесь быть не может Вот А я тебе говорил А где мама с папой? Варя! Варенька! Я поймал нам крысу на обед! Ха-ха-ха О-о-о А дедушка? Побежали Давай, давай, быстрее Нам повезло! Шкаф цел! Пожалуйста, пожалуйста Пусть этот кошмар закончится Я могу перенести тебя В сотню миров Где ты будешь принцем Я не хочу быть принцем Я хочу быть с мамой, папой и дедушкой Да может быть другой, Петя Ну и что? Я все объясню И мы сможем жить вместе Город целый Разрушений нет Никакого апокалипсиса Только тихо почему-то Дедушка, ты живой! Кажется, не совсем живой Он зомби Все в сборе Как ты и хотел Шкафа нет! Я не могу здесь остаться! Петя! Петя! Сюда! А может, если мы вернемся сейчас ко мне Там все будет по-старому Еще раз Я застрял здесь Я все время хотел прошлое получше А получал все хуже и хуже Зачем мы вообще зашли в этот проклятый шкаф? Что это за шкаф такой? Почему он такое с нами сделал? Я без понятия Со мной первый раз такое случается Ну, может, тебе нужно лучше сосредоточиться? Я могу перемещаться в пространстве И даже в гиперпространстве Но я не могу перемещаться во времени Как почтовый червь А они что, могут? Колокольчика для вызова червя нет Видимо, в этом мире нет пункта приема посылок Это не честно! Это не мое прошлое! Ладно, будем исправлять чужие ошибки Что ты задумал? А что мне остается? Другого моего мира у меня теперь нет Нужно возвращать к жизни этот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok отказываются делать инъекцию. Пишут, что пока он зомби, порядка больше. Это ещё что такое? О! А я уж устал искать тебя. Тут неразборчиво время написано. Два часа дня, 15 минут, 23 секунды. А, понял. А, подождите! Вы можете доставить нас туда, где вы получали от нас посылку? Петя, подожди! Как же так? Тебе в среду вручают медаль за спасение человечества? Папа! Пусть идут. Смотри, этот шкаф стоит. Этот шкаф не Белунгов. Что? Они его отправить хотели, а он по габаритам не прошёл. Они его здесь и оставили. Разве можно такие вещи просто на улице оставлять? Я тебя умоляю, возле пунктов приёма такое порой раскидано. Так что вы-то поосторожнее. Чао! Петя, где ты шляешься? На звонки не отвечаешь. Пять минут двенадцатого. Ночь на дворе. Папа! Хоть бы позвонил. Здесь нельзя город ставить. Одни болота комары заедят. Так, посылка доставлена. Да. Пошли отсюда. А-а! А? А с другой стороны? Отчего нельзя? Камень здесь есть. Лес тоже. Будем строить. А! Петербург назовём. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девушки отдыхают 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 Дорогие правила! У нас есть надежда! Смотри, это бумажник! Его всегда берут, когда выходят из квартиры! Прошу отсюда! Что случилось? Вам здесь не место, голодьба! Идите отсюда! Это что еще за самодеятельность? А ну, циц! Прошу отсюда! Что же, что же? О, о, пошел! Эй, где-то до меня? Эй, что за ерунда? Дети с того лазили в мой кошелек! Винни, Винни! Не оставляй меня здесь! Еще одна! Где мы? Не знаю! Ты видишь игроков? Сейчас пристану! Винни! Бубик, ты как? Мне тяжело, Винни! И еще я намокаю! Попробуй отползти, когда поднимут крошку! Не знаю, Винни! Кажется, меня припечатали навсегда! Баби, не хнычь! Соберись! Когда поднимут крошку, медленно ползи, ты сможешь! Мы обыскали всю квартиру! Их нигде нет! Эй, полегче! Он видел, как жестерки покинули квартиру! Попробуй от себя! Что же это такое? Куда вы лезете? Зачем ты их привел? Они меня заставили! Идите отсюда! Бумажник не резиновый! Молчать! Хозяин точно снова пойдет в то место? Да, он заказал столик на три часа и сделал предварительный аплап! А вы чего стоите? Мы своим ходом! Ну, что дальше? Мы уже тут посмотрели везде! Их нет! И как там быть? Нужно понять, куда они отправились дальше! Но логика здесь бесполезна! Нужно мыслить, как игральные карты! А я так не могу! Червовый, иди сюда! К вашим услугам, антсеньяр! Представь, что ты шестерка! Твои действия! Я понятия не имею, как думает шестерка! Это какой-то бред! Шестерки вообще не думают! Я сказал, представь! Хорошо, я шестерка! Я ничего не могу и не хочу! Поэтому упаду и буду лежать! Балет, отползай! Отползай! Винни, мы в очень плохой форме! Возможно, для игры мы уже не годимся! Нех-нич! Нам все равно некуда возвращаться! И пойми, Боби, мы уже в игре! В нашей собственной игре! Где мы – главные карты! И проиграть здесь нельзя! Винни! Спокойно, Боб! Не делай резких движений! Быстро, наверное! А-а-а! Винни! А-а-а! Буби! Это я и называю побеждал! Винни! Винни, я иду за тобой! Я так просто не сдамся! Это игра по моим правилам! Балет, ты так стоишь уже две минуты! Я устал! Думай, как шестерка! Я устал, как шестерка! И стою, как шестерка! И вообще не хочу домой! Ясно! Король! Бубновый! Ваше величество! Идите сюда! Я? Я не буду этим заниматься! Давай! Хилый заход! А вот она, опа-на! Я уже вбираю. Следующий. Раздавай. Бобби! Винни, ты цел? Бобби, мы нашли, что искали. Все было не зря. Дружище, мы нашли. Что? Что нашли? Они играют в игру, где шестерка бьет всех. Понимаешь, мы нашли свою игру. Мы нашли своих игроков. А вот сюда, а вот она вот так пошла. Гарти. Но в колоде наверняка уже есть шестерка-пик. И как тебе удалось в нее попасть? Они шульмуют с картами. Один из них подобрал меня и подсунул себе вместо короля. Представляешь? Я вместо короля. Винни! 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 Давай новую колоду. Насчет этой у меня подозрения. Что ты хочешь сказать? Что слышал? Ты шулер. Тебе придется ответить за эти слова. Нужно бежать отсюда. Куда? Прости меня, Бобби, что я втравил тебя в это все. Ты был на своем месте. Это я был меченым. А у тебя было все в порядке. Да, ты шестерка. Но иногда ты был козырем. Мы можем вернуться, Винни! Нет, Бобби, не можем. Бобби, отпусти меня. Нет, Винни, мы вместе. Прощай, Бобби. Винни, я с тобой! Винни, надо идти. Винни! Винни, Винни, очнись! Винни! А потом бы я вылез из этой вонючей дыры и сделал бы что-нибудь тупое. Полез бы под дождь. Наши. А вот они. Вы молодец, Ваше Величество. Вы нашли их. Я же говорил, нужно думать как карты. Ну, позвольте. Это бы не может быть. Я не могу думать как шесть сорок. Это просто совпадение. Мы все картон, Ваше Величество. Тьфу, просто картон. Мы все изменились во время этого путешествия. И прежних нас уже не вернуть. Через несколько минут начнется игра и наступит момент истины. Выяснится, мы нужны и ценные, как колода, или я ошибался. И мы зря довели себя до такого состояния, спасая и возвращая одного из нас. Полегче. Монтиньор, вы не видели Буби? Он в других руках. Играет против нас. Ну что, картон, устроим им взбучку? Да! Кто поможет всегда и бесплатно? Кто разрулит дела аккуратно? Кто всех выручит? Кто всех вытащит? Кто спасает и проблема решает мне! Бетя! И волк! Бетя! И волк! Бетя! И волк! Бетя! У нас фешенебельный отель с безупречной ампутацией. Нам не нужны слухи, что у нас пропадают постояльцы. Вот этот номер. Все вещи на месте, кроме Гера Линкена и канистры с водой из-под кулера. Угу, окно открыто. Высоко. Что в чемодане? Что за вопрос? Откуда мне знать? Так. Замок электронный, но простой. Если для дела, скрывайте. У меня весь инструмент дома. Проще чемодан ко мне забрать. Делайте, что хотите. Но найдите Линкена. Тяжелый какой. Так. Это вот сюда. Ага. Вот она. Вы Линкен? Нет. Я Фейру. Я служил Геру Линкену. А где Линкен? Я не знаю. Последний раз я видел хозяина в номере, когда он захотел, чтобы я забрался в чемодан. Странно все это. И где искать этого Линкена? Сначала нужно господина Фейра доставить по месту жительства. Не нужно. Теперь я буду служить вам. Чего? В каком смысле? Ну, как это служить? Мы же не рабовладельцы какие-то. Пусть мне на даче поможет. От вас не дождешься. Папа, подожди. Серьезный вопрос. А что вы умеете? Я умею все, чему научили меня за 1300 лет мои 748 хозяев. Наверное, я умею все. Да? А холмогорский салат из трески? Осторожно. Осторожно. Пожалуйста. Варя, вот такой на вкус должен быть этот салат. Пойдем. Дай попробовать. А какая связь исчезновения Линкена с пропажей канистры в номере? Не знаю. Фейру сказал, что Линкен накануне поссорился со своей невестой и отменил свадьбу. Нужно отработать эту линию. Это не может быть просто совпадением. Хайнца словно подменили. Сначала он позвонил мне и устроил скандал. Говорил, что я его обманываю. Потом через газеты отменил нашу свадьбу. А потом вообще, ой, исчез. А что вы думаете о Фейра? О ком? О слуге Линкене. У Хайнца не было слуги. Вы когда-нибудь видели этого человека? Да. Это новый помощник Юргена, делового партнера Хайнца. Юрген и Хайнц вместе поехали на деловую встречу в этот отель. Возможно, что с Юргеном был его помощник. Итак, Фейра утверждает, что служил Хайнцу Линкену. Алло. А невеста Линкена говорит, что Фейра – помощник Юргена, партнера Хайнца по бизнесу. Кто-то из них говорит неправду. Угу, понял. Спасибо. Юрген еще в отеле. Надо найти его и поговорить. Фейра служил мне, а потом я проиграл его Хайнцу в шахматы, и он стал его. А как Фейра попал к вам? Я спас его. Прежний хозяин запер его в чулане дома, который я купил. А что не так с этим Фейру? Да все так. Идеальный слуга и помощник. Просто они все готовы к тому, что им помогают во всем и в полную силу. Пети все еще нет. С ним, Волк, беспокоиться нечего. Я беспокоюсь, куда на ночь положить Фейра. Он пока остается у нас. Не стоит беспокоиться. Я никогда не сплю. Я сделаю всю работу и буду тихо сидеть у стеночки. Думаешь, он там сидит? Хочешь, чтобы я проверил? Да. Включи лампу. Не могу тапки найти. А! Что вы здесь делаете? Вы хотели, чтобы включился свет. Ты что, подслушивал? Нет, но я умею настраиваться на хозяев и предугадывать их желания. Потихоньку я настраиваюсь на вас. О, боже мой. Я теперь не усну, пока не приму успокоительное. Я уже его принес. Вы куда? В магазин. Не надо угадывать мои желания. Я сама схожу. Ой. 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 А кто здесь подушки разбросал? Разве вы не хотите упасть? Хочу. Спасибо. Фейра. О! Вот здесь. Если лечь посреди дороги, рано или поздно по вам проедут... Эээээ... Томас Манн. Вот. Он был так погружен в чужие дела, что забыл про свои. Цицерон! Пожалуйста. А что если... Спасибо. Зачем столько льда? Мне кажется, ваш отец хочет съехать на велосипеде по лестнице. Подождите. В прошлый раз за окном были джунгли. В этом особенность нашего отеля. Он путешествует. Каждый день мы отправляемся на новое место. А в каком месте вы были, когда пропал Линкен? Линкен! Линкен! Вон он. Когда-то Феера был просто хорошим слугой и служил своим хозяевам долгие годы. Но со временем он так научился угадывать желания, что хозяева стали быстро заканчиваться. Хорошо, когда, как у Юргена, никаких желаний нет. А я, например, захотел узнать, что делает Рита. А Феера мне так помог, что я через три часа отменил свадьбу, а еще через два прыгнул в окно. Зачем? Чтобы плыть к Рите и спасать наши отношения. Ну, глупо прыгать в океан, чтобы плыть к невесте, которая на другой планете. Конечно, глупо. Но Феера открыл окно, и не всем нашим желаниям нужно угождать. Варя, ну нельзя класть в борщ, что захочешь, потому что кто-то это будет есть. Чем больше привычек, тем меньше свободы. Я устал от вашего бреда. Рука под гипсом чешется. Ой, спасибо. Ты неуклюжая. Я сам скажу. Неуклюжая каракатица. Все. Я ухожу. Перестаньте кричать. Больно. Папа, стой. У собак лишь один недостаток. А при чем тут собаки? А, ниже. Да. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Спасибо. А теперь подождите за дверью пять минут. Неужели просто потворствуя нашим слабостям, нас так быстро можно превратить в капризных и вредных детей? Не беспокойся. Никто больше твоим слабостям потворствовать не будет. А где... А где Фейро? Он ушел, потому что я этого хотел. Почувствовал мое желание и не мог его не выполнить. Надеюсь, он найдет хозяина без слабостей. Или без желаний. Таких не бывает. Почему? Юрген? А это кто? Долго рассказывать. Кто поможет всегда и бесплатно? Кто разрулит дела аккуратно? Кто всех выручит? Кто всех вытащит? Кто спасатель, проблема решает мне! Петя! И волк! Петя! И волк! Петя! И волк! Петя! Петя, Петя, подождите! Петя, мне папа все рассказал. Про Атлантиду, про то, как вы его спасли, и про ваши путешествия. Петя, Петя, иди сюда, Петя. Умоляю, возьмите меня с собой хотя бы один раз! А вы, я знаю, можете говорить! Вранье. Вранье и бред. А вы куда? Тут Геракл попросил о помощи. Да ну его! Он всегда все решает силой. Наверняка сам виноват. Да нет, нет, в этот раз он силой решить ничего не может. Ему нужна юридическая помощь. Ефрис Фея меня достал! Хочу его засудить! Припел бы давно мерзавтра! Но папа запретил! Прекрасно. Наймите адвоката. Я в тяжпах не силен. Древнегреческий суд – это не сколько законы, сколько умение плести словеса. Язык у тебя хорошо подвешен, выглядишь солидно, и пиар-технологии три тысячи лет на месте не стояли. Я все слышал. Вам нужен я. Дедушка Николай Семенович. Геракл Семенович. Геракл Семенович. Геракл Семенович. Великий греческий народ, я как представитель царя Ефрисфея предлагаю обсудить здесь неподобающее поведение Геракла. Пора. Дедушка, ты осторожнее. У тебя сердце слабое. Петя, плевое дело. Мы ничем не рискуем. Наш клиент Геракл, сын Зевса, здешнего главного бога, проиграть невозможно. Я... Геракл, вместо того, чтобы под руководством нашего славного царя Ефрисфея направить свою силу на пользу обществу, хочет бездельничать и делать глупости. Разве этого хотят греки? Нет! Ну, все ясно. Суд окончен. Геракл проиграл. Подождите. Все ваши суды – глупости. Буду как в старину, взывой к богиням общения. Я нашлю на тебя Эриней Ефрисфей. А я вчера как раз принес им жертву. Так что я в домике. Тогда на тебя. Мне богиня Гера обещала защиту по этому делу. Тогда на тебя. У тебя совесть есть? Или у тебя сила все заменяет? Они мне не дали ничего сказать. Виноват! Виноват! Это кто? Мы – богиня Мшения. Геракл нам сказал, что ты виноват перед ним. Виноват! Будем тебя держать муками совести. Виноват! Извините. Я очень хотел помочь, но они не дали мне и слова сказать. Я виноват! Дедушка, не обращай на них внимания. Ты не виновен. Виноват! Все, оставьте дедушку в покое! Пышь отсюда! Нужно, пока мы решаем проблему с Ириниями, спрятать от них дедушку. Его надолго не хватит. Есть одна идея. Виноват! 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 Простите меня, пожалуйста! Виноват! Эй, а где дедуля? Дедушка, это кольцо Гига. Пока оно на тебе, ты невидим для Иринии. Пожалуйста, не потеряй. Мы одолжили его на один день. Все, иди. Он рядом с тобой, да? Не отдашь деда! Возьмем тебя! По закону кровной мести можем! Не можете! Ни меня, ни Петю! Я сбегал в храм Мойр, сделал пожертвование. У нас защита от косвенной мести. Вот квиточек. Пожалуйста. Петя! Это же привидение, да? Как здорово! Тогда забираем эту! Погодите! И что теперь делать? Мы Ирини можем отследить? Навряд ли. Тогда пошли к Гераклу. Геракл! К тебе пришли! Кто? Мальчик-варвар и собачка. Скажи им, что меня нет дома. Геракл, надо объясниться. К тебе люди пришли на помощь, а ты им так отплатил? А что такого? Если я разозлился и поступил странно, значит, так было угодно богам. О, слышите, Рок? Меня зовут подвиги. Где? Этот гад сбежал. Великих людей трудно понять. Виноват! Ничего не виноват! Она первая начала! Виноват! Ой, вам, наверное, больно, да? Ой! Женщины! Я есть хочу! У нас сегодня 33 объекта! Еще тебя кормить не хватало! Еду заработать надо! Как? Вон сидит конократ. Сделай так, чтобы он пожалел о содеянном, и получишь еду! Крась чужое нехорошо. Ты че надо? Я хочу, чтобы вы подумали о том, что сделали. Те че надо? Может, человек всю жизнь потратил, чтобы вырастить лошадей? А вы их украли? А у него дети? И ему нечего им оставить? Вся жизнь на смарку! Да ты че надо-то? На то была воля богов! Ой! Да при чем тут боги? Представьте, что ваш папа всю свою жизнь работал, чтобы вам легче жилось, а у него все украли. Знаете, как ему стыдно было, что он вам ничего не мог оставить, а? Че ты ко мне пристала-то, а? Забирай деньги и проваливай! Он даже деньги вернул! А ты можешь нас так научить! Я подвел великого человека! Керакл так рассчитывал на меня! А я его подвел! Все! Не могу больше! Пошел сдаваться! Куда? Забери вас, Цербиар! Хватит за мной ходить! Вы мне мешаете подвиги совершать. Грош цена вашим подвигам! Если вы на невинных, наказание насылаете! А, я ж сказал вам, на то была воля богов! Древнегреческий фатализм! Ага! Натворил гадости, и за богов прячешься! Я Геракл! Я ни за кого не прячусь! Понятно? Ребята! Плавите быстрее! Я плавать не умею! Вы не умеете плавать, а вас относит в море! Ну, что это, если не воля богов? Точно! Фатализм! Да отзову я, Ирине, отзову! Только никому не говорите! Потому что то наслал, то-то озвал! Несерьезно для Геракла! Если у объекта впрямую вызывать чувство вины, у него возникает защитная реакция. Но если заставить его сопереживать жертве, заставить ей сочувствовать, то объект чувствует бой и желание всё исправить. А как заставить его сопереживать? Очень просто. Для этого достаточно... Эй! А дальше-то что? Вот вы пачкаете лавку ногами, а ведь кто-то потом сядет в эту грязь. Те чё надо? А представьте, что ваша мама или бабушка надела своё самое нарядное платье, а потом села на эту лавку, испачкалась и плачет! Да ты чё надо-то, а? Ты мяти, мяти! Виноват! Мужчина! Вы не видите, что мусор мимо урны бросили? Да кто такая? Что? Кто я такая? Сейчас поймёт. Кто поможет всегда и бесплатно? Кто поможет всегда и бесплатно? Кто разрули дела и аккуратно? Кто всех выручит? Кто всех вытащит? Кто спасатель проблемы решёт? Петя! И волк! Петя! И волк! Петя! И волк! Петя! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дерево, оно же дуб, рухнуло на автомобиль марки... А, номер... Не повезло. Длина дуба. Раз, два, три... Вот те раз. Здрасте, приехали. Так... А это что? Так, 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 так... Подпольные плантации. Эй! Кто тут ответственное лицо? Предъявите документы на дворец и сад. Под землёй. Небо как настоящее. Кто здесь? А ну, выходи! Ну всё, смерть твоя пришла. Это ещё почему? Цветочек мой любимый сорвал. А у вас есть разрешение-то цветочки тут разводить? И я это не для себя сорвал, а для начальника. Сына порадовать. Грязь! Вот мой славик в садике. Вот у него выпускной. Вот он в университете. Вот уже работает ботаником, изучает редкие цветы. Поэтому и сорвал. Всё логично. Мне пора. Красивый. Отпустите меня, пожалуйста. Я больше не буду. Отпущу. И цветок забирай. Ну, сына пришлёшь вместо себя. О! Да что со мной такое? Здорово, Фаб. Цветы, наверное, все эти в саду отравленные были. Оба-на! Откуда такая прелесть? Где ты это взял? Это же неизвестное науке растение. А там есть ещё? В сахарном переулке дерево упало. И там дверь. Но туда ходить не надо. Я завтра там всё бетоном залью. Ага. Понятно. Класс! Не боись. Иди сюда. Здрасте. Добрый день. Что случилось? Девушка влюбилась. А признаться боится. А чего признаваться? Если она любит, ему это и так видно. Она ему на глаза боится показаться. Он её не видел ни разу. А? По интернету чужие фотки слала? Да какой интернет? Он человек. А она сказочное чудовище. Извини. О, она так свои чувства выражает. Да что ли? Извините. Вы не могли бы больше на этом не играть. Фу. Спасибо. Тебя как зовут? Аримона. Я знаю, что делать, Аримона. С его родителями тебе надо познакомиться. Раньше всё через родителей делалось, и все были счастливы. Я уже это... С папой познакомилась. Папа не оценил. А надо уметь себя подать. Ты девка высокая, статная. Говоришь мало, старшее поколение это любит. А вот вид у тебя как у бомжихи. Так я же чудовище. Вот именно, что чудовище. А можно быть чудовищем. Нам нужен самый лучший мастер. Всем сразу? Нет, только ей. Заходи! Здрасте! И это называется профессионалы. Ладно, сами всё сделаем. Подожди! Обед у Славика! Вау! Выбралась, значит. Добрый день! А я к вам! Извините! У нас с вами сразу как-то не очень задалось. Давайте попробуем сначала. Как вас зовут? Хотя это не так важно. Если вы разрешите звать вас... Папа! Больно? Ничего, до свадьбы заживёт. Кто вы такие? И что вам нужно? Она просит руки вашего сына. Кто-нибудь! Помогите! Всё! Кончена моя жизнь! Аримона, ты это брось! Подумаешь, отказали с первого раза. Попробуй второй раз. Может быть, третий. Нет у меня времени на третий. Жить осталось три дня и три ночи. Это почему ещё? Заклятие на мне! Если не выйду замуж в срок, умру. Я и смирилась уже. И решила, в какой комнате замуруюсь. Но как Славика увидела, так жить захотелось. Раз такое дело, рисковать нельзя. Давай быстро сделаем промежуточный брак. А как спадёт заклятие, будешь выстраивать отношения со Славиком. Согласна ли невеста? Да! Согласен ли жених? Михалыч! Да! Примите обручальные кольца как символ единства, верности и... Почему ничего не происходит? Заклятие спало? Напоминаю вам, что... Михалыч! Это точно твой первый брак! Блестит! Да! Ничего не понимаю. Может, поцеловаться нужно? Михалыч, стой! Ещё не всё! Что тут непонятного? Нет любви, нет волшебства. А где Аримона? Классный музон! Он даже не знал, что меня так на фольклёр может пробить. Не останавливайтесь! Классная же тема! И сад у тебя ништяк! Лучший сад на всём белом свете! А я страшное чудовище! Да? А что натворило-то? Я про внешность! Я считаю, что внешность не главное. Интеллект, темперамент, душевные качества гораздо важнее. Славик! Тогда женитесь на мне! Чё? Чё так сразу? Не, ну не знаю. А подумать можно? Чтоб всё взвесить. Да, только недолго, пожалуйста. О, боже мой! Это куда? В ЗАГС! Прошлый брак нужно аннулировать! Нистяк! Чума! Субтитры подогнал «Симон»!